Здравствуйте, друзья! Как обычно, в это время по вторникам мы рассказываем вам истории интересных бизнесов. И сегодня расскажем вам о том, как можно сделать бизнес в области медицины. Или нельзя, а чудом получается. У нас в гостях главный врач клиники стволовых клеток новейшей медицины Юрий Борисович Хейфет. Здравствуйте, Юрий. Здравствуйте, все! А скажите, сколько лет существует клиника и, собственно, что она себя представляет? Клиника существует, вообще-то, 10 лет с 2003 года. Поначалу мы мыкались по разным дни, по разным зданиям, по разным городам. Но, по счастью, вот уже два года мы находимся в отдельно стоящем здании. Даже по разным городам? Да, конечно. Правда, эти города находились недалеко от Москвы. Тем не менее, мы по ним мыкались. Ну, то есть, можно сказать, что изначально собрался какой-то коллектив единомышленников, людей? Нет, изначально была идея. Идея стволовых клеток, идея применения стволовых клеток для восстановления здоровья человека. Потом появился сумасшедший человек, который сделал эту идею своим знаменем. Поднял его над головой, у него начали вырывать древко из рук, порывы бешеного ветра. Как зовут этого человека? Не скажу, он мне не давал разрешения. А, понятно. Да, но поверьте мне, человек потрясающий. Это бизнесмен, инвестор. Это бизнесмен, причем это бизнесмен, который совершенно не вписывается в известный всем портрет русского бизнесмена. Это совершенно отчаянный человек, который за идею, которая его увлекает и охватывает, готов отдать все, что у него есть. Абсолютно все. Остаться без ничего и начать все даже не с нуля, а с минуса. А почему именно эта идея его так увлекла? Нет, его увлекла не именно эта идея. Вообще, я знаю этого человека давно, поэтому я с удовольствием рассказываю о нем. Его увлекали все новые идеи, которые появлялись в области здравоохранения. Мы познакомились с ним, в частности, когда его бешено увлекла идея применения физиотерапии для оздоровления российского народа. Дело в том, что физиотерапия и тогда, и сейчас, и, видимо, мы никогда этого не поймем, мы ее воспринимаем как второстепенное средство лечения. Это глубокая неправда. Физиотерапия — это одно из самых передовых средств для восстановления здоровья человека. И этот человек это понял. И мы с ним познакомились как раз на пересечении вот этих наших судеб, когда я шел в физиотерапию, пытаясь соединить психотерапию и физиотерапию. И он поймал меня на этом интереснейшем перекрестке. Это вот судьба, вот это Бог. И мы с ним встретились, и была совершенно фантастическая история, которая до сих пор помнится очень многим людям под названием аппарат «Витязь». Это что-то с ультразвуком? Это что-то с ультразвуком? Нет, с инфракрасными лучами. В том числе, совершенно верно. Это полифакторный, великолепный аппарат визиотерапический. К сожалению, вообще русский бизнес — это вот та вещь, которой применимы вот эти эпитеты Пушкина. Бессмысленный и беспощадный. Вот, значит, у Юрия Олеши есть такая повесть «Зависть». Вы, наверное, читали ее, да? И там написано, я, так сказать, не цитирую, я передаю смысл. Там главный герой говорит о том, что на Западе перед тобой открыты все пути. Ты придумал что-то новое? Дерзай, делай, иди. Тебе, по крайней мере, не будут мешать. В России, говорит главный герой, ты должен или решиться на то, чтобы со страшным скандалом поднять шлагбаум, или заглохнуть в безвестности и пустоте. И ничего, в общем-то, не изменилось. Абсолютно. Только все, так сказать, ну, что ли все жестче и жестче. Поэтому та идея была убита, потому что один против фетра не попрешь. Но аппарат-то вы создали. Мы создали аппарат, мы помогли колоссальному количеству людей, и до сих пор им пользуются физиотерапевты и Европы, и России. Просто идея развития этого метода убита, потому что если идею не подпитывать, она умрет. А ее не подпитывало государство, не подпитывали финансы. Ее не подпитывало государство, ее не подпитывали финансы, ее не подпитывал никто. Потому что если, так сказать, у рядом стоящих с тобой людей есть деньги, то они будут мешать тебе из зависти. А, даже так? Конечно. А государство будет мешать потому, что государство у нас странное. У нас государство казенное, как сказал Чехов, и глубоко персонифицированное. У нас государство как система отсутствует. У нас, так сказать, государство существует как временный союз определенных людей, преследующих свои цели. В общем, там столкнулись интересы каких-то отдельно взятых людей. Конечно, безусловно. А если бы сегодня вы этот аппарат вывели на рынок? Невозможно. Два раза в одну и ту же водку... Извините вас. Два раза в одну и ту же воду палец обмакнуть нельзя. Вот тут Гераклит был совершенно прав. Другое дело, что когда я говорю невозможно, я, конечно, лукавлю. Все возможно, но это требует нагнетания колоссального количества сил и средств. А они сейчас у вас направлены совсем в другой бизнес? Нет, ну у него вообще, так сказать, в третий. А его, после того, как эта идея физиотерапии погибла от инфаркта, его увлекла идея стволовых клеток, которая как раз тогда в России начала набирать силу. А вот это интересно, потому что, мне кажется, с точки зрения человека, не слишком посвященного в тему, особенно в те годы, когда это поветрие только к нам пришло. Ну, вот аппарат Витязь, допустим, возьмем, там все можно объяснить, разобрать, показать технически, как работает, объяснить магнитные и прочие колебания с точки зрения физики и математики. Стволовые клетки, абсолютно какая-то мифическая... Все наоборот, Танечка, как раз все наоборот. Это факторы, действующие в аппарате Витязь, нельзя увидеть и пощупать. Вы должны верить каким-то отклонениям стрелок, каких-то приборов, каким-то индикаторам. Вы же не можете видеть инфракрасное излучение, не можете. Ну, я знаю, что оно есть, хотя бы меня этому в школе научили. Вот, совершенно слабое магнитное поле вы не чувствуете. Вы тоже знаете, что оно есть. А вот стволовая клетка — это совершенно иная история. Нужно не иметь глаз, чтобы ее не увидеть. Стволовую клетку может увидеть любой желающий, стоит ему подойти к микроскопу. Ощутить на себе действие стволовых клеток может тоже любой желающий, но, к сожалению, пока, если он не беден. Вот так скажем. Ну, хорошо, но в те времена это все равно было что-то такое, совершенно на грани, мне кажется, в научной фантастики. Да нет же, просто, понимаете, какая штука? Мы не затрудняем себя изучением предмета. Мы слышим слово «стволовая клетка», кричим «О, это класс!» и, движимые ветром буйных эмоций, при полном отсутствии якорей разума, мы летим вперед, и, конечно же, в очень скором времени мы с треском разбиваемся о подводные рифы. Так было с вашим инвестором? Нет. Так происходит в России с любой идеей, потому что любая идея в России, она подвержена двум разнонаправленным течениям. Сначала людей охватывает эйфория, а потом глубокое отчаяние. Ну, как-то вам все равно... Граничащие с ненавистью. Ну, подождите, но вам-то все равно между этой сциллой и Харибдой удалось построить историю по названию новейшей медицины. Да, минуточку, а чего это стоит? А сколько нервов и крови? То есть вы сейчас всем нашим слушателям, которые стоят у истоков создания собственного бизнеса, хотите сказать, что не надо этого делать? Нет, минуточку, так вопрос не стоит. Делать ты должен то, чего ты не можешь не делать. Если тебе все говорят «не делай», бьют по голове, по рукам и по животу, а ты не можешь не делать, ты должен делать. Это твой фан, это твой ветер, это твоя судьба. Ты не можешь не делать. Поэтому делать надо, если нельзя не делать. Если ты можешь делать, а можешь не делать, то лучше не делать. Потому что бизнес в нашей стране, это всегда как там и вечный бой. Покой нам только снится. А скажите, а бизнес в медицинской сфере, это, наверное, и еще своя специфика? Это кошмар. У тебя же со всех сторон какие-то стандарты и прочие... Во-первых, стандарты. Вернее, их отсутствие. Если бы стандарты, Таня. Самое ужасное в том, что у нас нет стандартов. Вот только сейчас наш министр здравоохранения, которую я обожаю просто. Я первый раз в жизни вижу министра здравоохранения, которого я уважаю и люблю. Я вам даю честное слово. Так вот, наш новый министр здравоохранения говорит о том, что мы сейчас начинаем внедрять стандарты, внедрять протоколы. Мы только начинаем то, что другие давно уже закончили. Так вот, дело даже не в том, что у нас нет стандартов, а дело в том, что у нас глубокое предубеждение по отношению к врачам. Наши пациенты думают, что врач должен не пить, не есть, не одеваться, не чистить зубы. И не ездить на хороших машинах. Он должен не спать ночами и ценой своей крови бессонно лечить людей, ничего за это не получая. Но на самом деле, как минимум, в 50% случаев так и есть. Ну, просто поневоле. Нет, как это так и есть. Но мне кажется, что у нас в стране люди достаточно высокой компетенции, замечательные врачи, не могут себе позволить хороший автомобиль и так пить и есть, как им бы, например, хотелось. Нет, ну, Таня, тут я с вами не согласен. Слава богу, в нашей стране прекрасные врачи в общем и целом прекрасно живут. Если они живут в Москве и, как минимум, в Санкт-Петербурге. Ну, хотя бы в Екатеринбурге. Ну, хотя бы в Екатеринбурге, да. Ну, может быть, на худой конец в Челябинске. Но это пессимистичная картина, оптимистичную. Будем рисовать после новостей на Финаме. Оставайтесь за новость. Еще раз здравствуйте. Сегодня в доле мы говорим о бизнесе и медицине. У нас в гостях Юрий Борисович Хейфис, главный врач клиники стволовых клеток «Новейшая медицина». Напомню, наши координаты 65, 10, 99, 6, Московский тел, финам.фм. Заходите на страничку программы в доле. Если есть вопросы, какие-то комментарии, мы с удовольствием на них ответим. Но давайте все-таки вернемся в тот момент, когда ваш инвестор поднял знамя стволовой медицины в России. И, в общем, вопреки всем сопротивлениям и подводным течениям, стала создаваться клиника. Совершенно верно. Вот он собрал вокруг себя таких же сумасшедших, как он. Включая вас. Нет, я присоединился гораздо позже. Я пришел на готовенькое уже. Я пришел вообще в один из самых счастливых моментов развития нашей клиники, о котором речь чуть позже. Так вот, он собрал вокруг себя совершенно сумасшедших энтузиастов, замечательных специалистов. Одна только Раиса Андреевна Мусина чего стоит. Один из самых блестящих клеточников нашей страны. И они начали, вопреки всему, продвигать идею развития стволовых клеток в России. Что-то им помогало. Помогала им, в частности, атмосфера истерии, которую тогда нагнетали средства массовой информации вокруг стволовых клеток. Это было выгодно, доходно, прибыльно. Это была сенсация. Но истерия была со знаком минус? Нет. Истерия была сначала со знаком плюс. Что панацея. Сначала все стали кричать панацея, долгожданный эликсир бессмертия и вечной жизни. Кто выпьет стакан стволовых клеток и закусит рюмочкой водки, тот будет жить вечно, а кто не закусит, тот вообще никогда не умрет. То есть началась дикая, процветающая на невежестве истерия со знаком плюс. И, конечно, как это всегда бывает, в стволовые клетки полезло все, и полезли все. И тут же начали какие-то косметологи кричать, что у них кремы со стволовыми клетками. Хотя крем со стволовыми клетками – это немыслимая чушь. Стволовая клетка не может в креме оставаться живой. А чтобы помочь человеку, она должна быть живой. Никакие кремы со стволовыми клетками, таблетки со стволовыми клетками невозможны. Это чушь, это немыслимое невежество. Тем не менее, ничтоже сумняшись, все вокруг стало в стволовых клетках. Трава, воздух, рыба, еда, костюмы, самонадевающиеся памперсы – все стало в стволовых клетках. Так вот, это тогда помогло. Потому что, во-первых, все стали интересоваться, в том числе и доктора. А во-вторых, в 2003 году, и самое-то главное, на волне вот этого интереса был принят закон о клеточной терапии. У нас в России был закон, был прекрасный закон о клеточной терапии. Что можно? Что можно, чего нельзя, был закон. Он просуществовал всего полгода. Почему? А вот, сейчас, сейчас, секунду. Но за эти полгода несколько клиник в России успели получить лицензии, сертификаты и разрешения. В том числе и новейшая медицина. Конечно. Вот. Этих клиник очень мало, их до сих пор очень мало. Огромное большинство работает, к сожалению, в зоне черного рынка без соответствующих документов. Причем, как без разрешительных документов, так и без документов, которые они выдают на руки больным. Они должны выдавать на руки больному договор, акт выполненных работ, клеточный паспорт, чек. Ничего себе, клеточный паспорт? Это что такое? Это документ, в котором описаны все свойства клеток, которые вам были введены за подписью и печатью. Это юридический документ. Так вот, только единицы всех клиник, существующих сегодня, документы выдают. А почему? Потому что они не лицензированы. Они не успели, значит, так сказать, полгода получить все документы. А почему через полгода перестали лицензировать? Вот. А потому что сразу определенные тарищи поняли, какую угрозу столовые клетки несут их кошельку. И пролоббировали отзыв этого закона на доработку, Таня. На доработку. Десять лет уже доработали. Десять лет доработали. Это такой позор, которого вообще нет в мире нигде. Я вам скажу, в Украине есть закон о клеточной терапии. Понимаете, у наших соседей есть законы о клеточной терапии. Я уж не говорю о странах так называемой цивилизации, о странах Запада, США. У нас нет закона до сих пор. Он десять лет дорабатывается. У меня надежда только на нашем министра здравоохранения дорогого, который, вернее, значит, которая, наконец, доработает этот закон, и мы примем его. То есть, подождите, вы хотите сказать, что вот эта история со стволовыми клетками, она могла бы решить очень многие проблемы? Почему могла бы? Она и решает до сих пор очень много. Помешает кому-то там, например, каким-нибудь производителям лекарств. Совершенно верно. Причем это во всем мире так. Понимаете, дело в том, что страховая... Фармацевтическая лобио. Совершенно верно. Лобио, я бы даже сказал. Дело в том, что вся страховая медицина существует только на основе фармацевтических концернов. Ого. И никак иначе. Ну, подождите. Ну, с другой стороны, нельзя же терапию стволовыми клетками вывести на такой уровень потребления, как, например, прививки. Можно и нужно. Это же очень дорого. Это пока дорого. Это дорого, потому что нам не дают развиваться. Если вы ставите препоны развитию какой-то технологии, эта технология только дорожает. Если вы эти препоны снимаете и помогаете медицинским учреждениям обрести необходимый статус и оборудование для развития этих технологий, эта технология удешевляется. И по идее работать со стволовыми клетками должна каждая поликлиника страны. Потому что вы представить себе не можете, насколько элементарно просто введение стволовых клеток. Это обычная капельница внутривенная. Ну, в общем, почти как та же прививка. Какая прививка? Это просто капельница. Даже без побочных эффектов? Если вы тщательно очистили культуру клеток от остатков питательной среды, нет никакой базы для развития аллергических реакций, даже не говоря уже о чем-то другом. 65 10 99 6. Наш московский телефон. Есть звонок. Здравствуйте, Иван. Алло, алло. Что-то мы не слышим, Иван. Наверное, побежал уже делать клетки. Но я знаю, что он хотел спросить. Откуда, собственно, берутся эти самые клетки? Замечательный вопрос. Где сырье? Замечательный вопрос. Стволовые клетки базируются, живут, расположены в любом органе организма, в любой ткани человеческого организма. Поэтому берем мы их оттуда, где легче всего их выделить. Это жировая ткань. Первое. Делаем легкий надрез около пупочной области и делаем микролипосакцию. И оттуда выделяем стволовые клетки. Сразу вспомнился анекдот. Какая несправедливость. Нервные клетки не восстанавливаются, а жировые не погибают. Во-первых, этот анекдот глубоко не прав. Нервные клетки восстанавливаются, а жировые погибают. Медицина движется вперед. Мы узнаем все больше. Анекдот и стареет. Итак, жировая ткань первая. Второе. Костный мозг. Делаем один укол в область гребешка подвздошной кости. Больно? Абсолютно не больно. Откуда там быть боли, если у человека руки растут из головы? И третья ткань – это ткань плаценты при родах здоровых доношенных детей. Но это мезонхимальные стволовые клетки. То есть стволовые клетки универсальные, которые могут восстановить любую ткань. А есть еще гемопоэтические стволовые клетки. Как красиво. Гемопоэтические. Гемопоэтические, которые могут восстановить только кровь и органы кроветворения. Их берут из пуповинной крови. Но это все как-то очень у нас не распространено. Это колоссально распространено. В одной только Москве колоссальное количество криобанков, которые предлагают всем абсолютно выделить гемопоэтические стволовые клетки с пуповинной крови. Другое дело, что криобанки многие не предупреждают пациентов, что использовать потом эти стволовые клетки можно будет только для лечения заболеваний крови и костного мозга. Да, потому что гемопоэтические стволовые клетки выделить просто и быстро. С ними морочиться не нужно. А мезонхимальные выделить сложнее и дороже. Вокруг всей истории со стволовыми клетками существует огромное количество мифов, в том числе ужастиков, про то, что используются эмбрионы абортированных младенцев. Можно я все расскажу? Адский ужас. Можно я все расскажу? Вот это истерия со знаком минус. Это вранье? Абсолютное вранье. Стопроцентное чудовищное вранье. Проплаченное, организованное. Я сейчас все очень быстро объясню. Значит, стволовые клетки, в принципе, могут быть извлечены из ткани человеческого эмбриона на первых днях его существования и из ткани, полученной при аборте. Эти стволовые клетки называются тотипатентными, потому что у них колоссальная способность к размножению. Колоссальная, ничем не ограниченная. Они бессовестные. Они теоретически могут принять форму и вид любой клетки. Больной, опухолевой, раковой, любой. Если опустить... А, подождите, то есть они не ликвидные, получается? Нет, они вполне ликвидные. Подождите, дайте я объясню. Но если опустить этический момент, их... Нет, нет, дело не в этическом. Я сейчас говорю не об этом. Я говорю о том, что есть теоретическое опасение, я подчеркиваю, теоретическое, что стволовые клетки, взятые из ткани человеческого эмбриона или из абортивной ткани, могут стимулировать развитие онкологического процесса. Ни в одном медицинском журнале мира нет статьи, которая доказывала бы это. Но пока это окончательно... Но подозрение есть. Вот, теоретическое есть. Слава Богу. Поэтому в России запрещено извлекать стволовые клетки из ткани человеческого эмбриона или из абортивной ткани. И любая уважающаяся клиника никак в жизни этого не сделает. Ну вот, есть справедливость. Есть справедливость. Не убиваешь ребенка, получаешь раковый опухоль. Да нет, это, во-первых, теоретическое опасение, еще раз подчеркиваю, доказательств нет. Но пока оно окончательно не снято, мы не извлекаем стволовые клетки из этих тканей. Поэтому никакой рак стволовые клетки вызвать не могут. Это чушь. И то, что мы поубивали половину шоу-бизнеса российского и половину актеров всех лучших театров страны и кино, это тоже чушь и вранье. Мне каждый день рассказывают, что мы убили Абдулова, Янковского, что мы... Вообще, бог весь, кого только не убили. А правда все звезды шоу-бизнеса пользуются терапией стволовых клеток? Они начинают это прямо в утробе матери. Как только звезда шоу-бизнеса находится в утробе, она немедленно начинает пожирать стволовые клетки матери. Виноваты в этом мы. Конечно. Еще один интересный вопрос. А как действительно заставить стволовые клетки работать туда, куда тебе надо, чтобы они работать? Объясняю. Каждый страдающий орган... Они как-то программируются? Ни в коем случае. Каждый страдающий орган выделяет в кровь специфический только для этого органа токсин, так называемый белок тревоги. Этот белок тревоги циркулирует в крови, и стволовая клетка, попав в кровь, как мы вводим в вену, своими рецепторами, расположенными на мембране, улавливает этот белок тревоги. И знает в кавычках... Да, совершенно... Нет, не туда, где больно. Они пойдут во все органы с током крови, во все. Но попав в здоровый орган, стволовая клетка будет спать. А в больном начнет работать, ибо знает, что он болен. Слушайте, ну у нас сегодня просто не передача, а какой-то фантастический сериал. А что сюда пришел? Сегодня говорим о медицине и бизнесе, но как-то наш диалог уходит в какие-то совершенно удивительные, фантастические, хотя это абсолютная реальность, да, и ничего фантастического в этом нет, сферы. Юрий Хейфец, главный врач клиники стволовых клеток новейшей медицины, у нас сегодня в гостях. Ну смотрите, хорошо, есть еще один миф, что люди еще не знают, как отразится использование стволовых клеток на организме через 10, 20, 30, 50 лет, потому что мы еще ни разу не видели это в перспективе, в такой отдаленной, и неизвестно, вот, а вдруг, а вдруг что-то как-то наоборот усугубится. Более этого, я вам страшную вещь скажу. Уже точно известно, что все, что делает медицина, вообще все, это страшный вред. Да? Конечно. Медицина мешает естественному отбору. Ага. Пока не было медицины, все... Иммунитет развивался сам по себе. Пока не было медицины, сами собой умирали все слабые, больные и неприспособленные к длительной борьбе за обретение денег личности. Да. А мы же всех спасаем. Так. Значит, мы наводняем человечество неполноценными особами, разрешаем им вступать в брачные отношения. И плодить себе подобных. И плодить себе подобных. Так не расстрелять ли всех врачей? Это первое. Второе. А что вообще мы знаем в плане долгосрочных прогнозов? Что мы знаем в этом смысле про антибиотики? Антибиотики, я напомню, не существуют, в общем, еще и века. Ну, я вот не очень им доверяю. Правильно. Потому что мы же... Любое лекарство может быть одновременно ядом или... Ядом и лекарством. Как гомеопатии. Нет. Это сказал Теофраст Бумбаст фон Гогенгейм, известный нам по кличке Парацельс. Так. Любое вещество, сказал он, есть лекарство и есть яд, все зависит от дозы. И здесь мы подходим к мудрейшему, к мудрейшему совершенно положению. Все должно использоваться по необходимости. Не зря вы психологию изучали на психфаке МГУ. Два высших образования лучше, чем одно. Да, вы вот зажужжите кого угодно. Нет, никогда. Приходит человек и говорит, я сомневаюсь, сделают ли мне ваши стволовые клетки. Вдруг у меня вырастет третья рука. Вот, а я его зажужжу только в том случае, если увижу, что они ему показаны. Понимаете, у стволовых клеток, как у всякого метода... А когда нельзя? Когда нельзя? Пока нельзя при СПИДе раз, при беременности два, при развернутом онкологическом процессе три. Пока нельзя. Потому что до конца мы не установили все аспекты взаимоотношений между стволовыми клетками и вирусом СПИДа. Значит, зародышем человеческим и онкологическим процессом. Пока не ясно до конца, как они взаимодействуют. А когда можно тогда? Тогда, вот. А при всех остальных состояниях можно. При всех остальных состояниях можно. Но вот это можно. Ну как, ну мы же не будем насморк лечить стволом. Будем. Я сейчас все объясню. У стволовых клеток есть три аспекта. Первый аспект профилактический. Называется он ревитализация. То есть приходит здоровый человек и говорит, могу я состояние здоровья и молодости сохранить еще лет на 10. Я говорю, можете. Мы берем его стволовые клетки, вводим ему два раза в вену с интервалом в два месяца, и он остается здоровым, прекрасным, молодым и активным. Это профилактика, чтобы он не заболел. Теперь приходит уже больной. А сколько стоит такая процедура? Сколько стоит такая процедура? В среднем по стране стоимость такой процедуры составляет примерно 650 тысяч рублей. Это очень много. А это потому, что государство виновата. А на Западе тоже так дорого? Дороже даже. Правда? Конечно. Так у них государство еще хуже, чем наше? Нет. У них медицина лучше. Ну получается, что это прекрасное лекарство от насморка пока могут себе позволить люди с очень дорогими соплями. Ну потому что нет у нас страховой медицины. Мы же не делаем отчисления по ходу своей жизни в медицинский фонд. Мы же сами себе враги. Если бы мы, как в нормальной стране, платили за свое будущее лечение, нам бы все делали бесплатно. Мы же ничего не платим. Ну страховые полисы у нас есть. Какие полисы? Ну что эта бумага обеспечивает? Она обеспечивает необходимый минимум только. Неотложные состояния какие-то. А ведь люди хотят жить долго, комфортно, весело и здорово. Ну, Юрий Борисович, получается, что если это так дорого стоит, то, ну, неважно по какой причине, то значит, это не такой уж и выгодный бизнес должен быть в стране, если достаточно узкий сегмент потребителей может воспользоваться... Медицинский бизнес вообще выгодным быть не может. Не может. Дай бог, чтобы бизнесмен от медицины свел свои дела к нулю. Но я, честно говоря, и в это не верю. Ну подождите, ну клиника, новейшая медицина, существует 10 лет и теперь уже 2 года как абсолютно отдельный самостоятельный бизнес. Нет. Вот это было первое везение, я вам сказал, что у истоков стоял энтузиаст. А второе везение заключается в том, что год назад нас купило прекрасное медицинское объединение Неармедик. Вот. 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 Хорошо, но в любом случае вы слились с еще более крупной бизнес-структурой в области медицины, которая вполне успешна. Настолько успешна, что может вас купить. Нет. Значит, все-таки есть успешный медицинский бизнес? Дело не в этом. Нас купили потому, что объединение Неармедик правит замечательный, Владимир Юрьевич Нестеренко, доктор наук, профессор, академик. И он тоже энтузиаст. Он супер энтузиаст. Сейчас все объясню. Он работал в НИИ Гамалея в одной лаборатории с Александром Яковлевичем Фриденштейном, который в 61-м году первым в мире выделил стволовые клетки из костного мозга человека. И Владимир Юрьевич Нестеренко его ученик. И то, что он нас купил, это никакой не бизнес. Это его благодарность учителю. И что? Вот. То есть мы абсолютные до сих пор, абсолютные энтузиасты. Мы ничего не зарабатываем, потому что то, что мы получаем, мы тратим на дико дорогостоящие оборудования, дико дорогостоящие питательные среды. И все покупается там, да? Конечно. Если я куплю отечественную питательную среду и выращу клетки на ней, я никогда клетки от нее не отмою. Она тяжелее свинца. Ничего себе. Вот. И введу человеку в Вену бульон, от которого он немедленно скухожится. Может, он и станет при этом молодым на 5 минут, но потом сразу постареет навсегда. Поэтому я только на импортных могу работать, значит, питательных средах, а они дико дороги. С тем, как Россия стала членом ВТО, нас перестали жалеть. И перестали делать какие-то скидки. Конечно. Безусловно. Сняли какие-то там таможенные барьеры, но цены-то унифицированы. И мы теперь покупаем, как они все друг у друга покупают. Ну, получается, что пока новейшая медицина, это скорее такой проект на будущее. И пока вы больше занимаетесь научными разработками, нежели практическими. Ни в коем случае мы вообще наукой не занимаемся. Мы не имеем на это никакого права, и, честно говоря, желания у нас нет. Мы занимаемся тем, что применяем уже утвержденные имеющиеся методики культивирования и применения стволовых клеток для оздоровления людей. Очень отдельных людей, у которых есть много денег. Вовсе нет, у нас очень много пациентов. Правда? Послушайте, миф о том, что Россия бедная страна, это абсолютный миф. У нас просто есть супер богатые и супер бедные. У нас нет нормальных, обеспеченных, по-хорошему богатых, состоятельных людей. Понимаете? Но вот этих супер богатых очень много. И они будут жить очень долго. Ну, если будут помимо введения стволовых клеток вести праведный образ жизни, будут жить очень долго. Да, мне кажется, трудно. Потому что клетки это еще не все. Да, трудно быть очень богатым и вести праведный образ жизни. Это какие-то взаимоисключающие вещи. Я знаю несколько таких людей. Правда? Да. У них, конечно, очень несчастные жены, но тут уж ничего не поделаешь. И стволовые клетки здесь ни при чем. Нет. Я хотела напомнить нашим слушателям. 65 10 99 6 наш московский телефон. У нас есть сайт Финам.фм. Заходите на строчку программы вдоль. И мы сегодня говорим о том, что в медицине бизнес невозможно построить, хотя он есть. Возможно построить. Но это крестный путь. Вообще ничего невозможного нет. Просто есть соотношение цена-качество. Ты можешь сделать все, что угодно. Вопрос, сколько ты за это заплатишь. Ты можешь пешком дойти до Марса. Можешь. Вопрос, как быстро тебе придется бежать. И сколько сил тебе на это придется потратить. Ну, а вы вот на своем месте в клинике себя чувствуете бизнесменом или врачом? Нет. Я, безусловно, врач. И вообще, все, что касается бизнес-вопросов, слава тебе, Господи. У нас есть замечательный генеральный директор, наша замечательная Любовь Михайловна Вавилова. Это она меня избавляет от всех вот этих вот ужасных вопросов, которых я ничего не понимаю. Кому, куда, сколько, когда. У вас даже генеральный директор с правильной фамилией. У нас вообще стволовые клетки не терпят отклонения от нормы. Это как? У нас в клинике полная гармония. У нас работают замечательные профессионалы. У нас клиника сертифицирована по стандарту ISO 9001. По стандарту чистая комната. Она расположена в прекрасном месте на юго-западе, в тихом, замечательном элитном доме. То есть это как, получается, когда моя мама куличи печет из дрожжевого теста, чтобы в доме никто матом не ругался, не ссорился и форточки закрывали, чтобы не продуло. Более того, у нас девочки наши, замечательные научные наши сотрудники, не войдут в лабораторию, если не находятся в дурном настроении. Работать со стволовыми клетками может только абсолютно спокойный, счастливый, уверенный в своей правоте человек. Иначе они что, портятся? Это живые существа, они все чувствуют. Они чувствуют, в каком настроении вы пришли. Они чувствуют, как вы дышите. Они чувствуют, как вы смотрите на них. Интенсивность роста стволовых клеток в колоссальной степени зависит от чистоты души, выращивающего их. Ничего себе, а как же это тогда людей-то на работу нанимать? Вот, прекрасно. Я об этом и говорю, что у нас в клинике полная гармония. А кто занимается набором персонала? Ну, отчасти я, потому что я закончил психфак МГУ. Разумеется, наш генеральный директор Любовь Михайловна Вавилова, я без нее шага не делаю. То есть приходит человек, и вы проводите долгое собеседование, прежде чем понять, насколько он равновешен? Ни в коем случае. Приходит человек, и мы сразу его видим. Ну, а если вот он сегодня пришел в дурном настроении, вообще он классный человек, но сегодня его там машину поцарапали, и он расстроенный. Отвечаю. Дурное настроение производит слабое и кратковременное возмущение окружающей среды. Вот у вас есть тестер, этот, не тестер, а как это называется, сейчас скажу. Какой-нибудь маленькая пробирочка со стволовыми клетками. Так. Вы ее достаете. Так. На человека наводите. Так, ни в коем случае. Если клетки показывают ему кокиш, значит, мы ее на работу не берем. Мы не можем подставлять стволовые клетки под такой удар. Мы жертвуем только собой. Сколько человек у вас в штате в клинике? Десять. Всего десять человек? Да, конечно. То есть это не требует такого большого штата? Нет, это может и требует большого штата, но, во-первых, тщательнейшим образом, без всяких шуток, производится отбор персонала. А, во-вторых, клиника, по счастью, у нас маленькая. И это очень хорошо. У нас есть очередь, но небольшая. А человек, ну, персонал, который к вам приходит, у него какое должно быть медицинское образование в области какой? Нет, смотрите, значит, то, что касается медицины, в клинике стволовых клеток нужно в последнюю очередь. Вот я в клинике, я вам клянусь, врач в клинике стволовых клеток нужен только для того, чтобы не принимать больных с противопоказаниями, чтобы осмотреть больного, который пришел первый раз, принять у него все анализы, осмотреть его, заполнить историю болезни, чтобы проконтролировать проведение процедуры введения стволовых клеток, и чтобы в дальнейшем звонить этому человеку и требовать у него результаты контрольных анализов. Так. Больше врач в клинике стволовых клеток ни для чего не нужен. А дальше кто начинается? Основной человек клиники стволовых клеток, их два, это человек, который производит забор материала, это пластический хирург или хирург, который берет костный мозг, и это научные сотрудники, работающие в лаборатории. Вот они, сердце клиники, это они выделяют клетки и занимаются чудовищно трудным процессом культивирования их. То есть это уже не врачи, а биологи, получается? Да, конечно. Конечно. Врач в клинике стволовых клеток это обслуживающий персонал. Ничего себе. А основной удар приходится на биологов. А у нас сейчас учат в наших вузах как растительство? Конечно нет. То есть человек закончил биофак и поехал учиться новым технологиям? Ну не совсем так. Основные приемы на биофаке ему, конечно, преподадут. Но ему необходимо будет пройти определенный курс обучения у сотрудников наших, прочесть массу литературы и выучить наизусть протокол обитания в лаборатории. Потому что поведение в чистой комнате, это знаете, ну как вам сказать? Я даже не знаю, как вам сказать. Но вот человек, который в чистилище попадает, он может позволить себе гораздо больше, чем мы. Да, друзья, какие интересные мы узнаем сегодня детали о бизнесе, медицине и стволовых клетках. После новостей продолжим. Сегодня у нас в гостях Юрий Хейфец, главный врач клиники стволовых клеток «Новейшая медицина». 65 10 99 6 наш московский телефон, сайт финам.фм, заходите на страничку программы в доле. Хотя Юрий Борисович утверждает, что бизнес в России в области медицины – это крестный путь. Точно. Но, тем не менее, технологии развиваются, они так или иначе приходят к нам, и мы их используем. И в бизнес-процессах в медицине тоже, и пусть клиника «Новейшая медицина» маленькая, но вы сами говорите, очередь стоит. Есть, да. Процесс идет. Процесс идет. Фу-фу-фу-фу. А вот мне интересно, кстати, если говорить о персонале, клетка, она кого больше любит, мальчиков или девочек? По счастью, стволовая клетка универсальна. В ней не работает механизм распознавания свой-чужой. Как мы говорим, стволовая клетка не экспрессирует ген гистосовместимости. То есть она не может быть отторгнута, она не может быть не принята организмом. Поэтому стволовая клетка — это нелицеприятное создание Вселенной, которое не делает различия между своими, чужими, мальчиками, девочками. Но тем не менее она же реагирует на настроение, например. Может быть, девочки, они более эмоциональные существа. Человек может реагировать, но он при этом остается толерантным. Так вот, стволовая клетка супертолерантна. Она проявляет свою реакцию на настроение, с которым вы зашли в лабораторию, только в одном факторе — в интенсивности роста. То есть если вы позволяете себе прийти в лабораторию в дурном состоянии духа, стволовые клетки из жировой ткани, выделенные, будут расти медленно и вяло. Если вы радостно, уверенно в себе излучаете свет, стволовые клетки растут бурно и радостно. Вот интересно. А есть ли человек, который пришел за терапией стволовыми клетками, какой-нибудь гад, злой, нехороший человек? Они у него будут быстрее, медленнее приживаться, чем у человека более душевного и доброго? Или все равно? Во-первых, если человеком владеет депрессивно-агрессивный фон, любые лекарства действуют на него плохо. В том числе и стволовые клетки будут чувствовать себя хуже в его организме. Но кроме всяких шуток, скажу вам, что люди, которые приходят к нам в страшно угнетенном состоянии, а, согласитесь, трудно быть веселым, когда у тебя рассеянный склероз 15 лет, и когда ты в кресле сидишь, да? Люди, которых к нам привозят в таком состоянии, первое, что чувствуют, первый положительный эффект от видения стволовых клеток относятся не к соматической сфере, а к психологической. Они чувствуют приток душевных сил, приток энергии, необъяснимую радость, или, как написал нам один, неизъяснимый свет. Представляете, практически слова Александра Мения он написал. «В меня пришел неизъяснимый свет», он нам написал. Ну, слушайте, это даже как-то кощунственно звучит. Почему? Ну как, неизъяснимый свет Александра Мения — это Господь, а тут стволовые клетки. А разве в стволовых клетках нет Господа? Не знаю. Ну, минуточку, из чего построено тело человека? Вот мы говорим, и создал их там из праха, из глины, это все трудности перевода. А ведь на самом-то деле Господь Бог создал человека из стволовых клеток. Даже так? Конечно. Материал для построения тела как храма, кирпич, из которого состоит наше тело, — это стволовая клетка. Как жалко, что пока эта стройка такая дорогостоящая и доступна далеко не каждому. Когда появились антибиотики, первые порции антибиотиков покупались за чудовищные, сумасшедшие деньги. И поначалу пользоваться антибиотиками могли только супер богатые люди. Это обычный путь развития медицины. Сколько лет вы даете стволовой клетке, прежде чем она придет в каждый дом? Вот. По счастью, то, что я вижу сейчас, уже не зависит от нашего желания. Этот асфальтовый каток спущен с горы. Вы, наверное, читали, что японцы вырастили печень из стволовых клеток. Американцы вырастили микромозг из стволовых клеток. По счастью, поток новостей нарастает с такой бешеной скоростью, что уже вот эти двое ученых, британец и японец, которые получили Нобелевскую премию в 2012 году за работу со стволовыми клетками, они уже отстали в своих работах. Я думаю, что через пять лет стволовые клетки до неузнаваемости изменят лик мировой медицины. Слушайте, но так недалеко и до каких-нибудь антиутопий в стиле киберпанка, когда пожилые женщины будут выращивать себе новые красивые молодые лица и пышную грудь и так далее и тому подобное. А какие-нибудь, опять же, злые люди, которых настигла какая-нибудь страшная болезнь из-за их дурной характер, будут от этой болезни излечиваться. Вы сами говорили о естественном отборе, о какой-то высшей справедливости, а теперь получается, что мы можем вырастить, я не знаю, какому-нибудь негодяю, у которого много денег, вырастить ему новую жизнь, и он будет негодяйствовать две жизни вместо одной. Нет-нет, смотрите, естественные отборы, высшая справедливость — это разные вещи. Их надо развести. С тех пор, как медицина вошла в быт человека, естественного отбора не существует среди людей. Отбор теперь только искусственный. Поэтому высшая справедливость ушла в другие сферы. Эти сферы называются долгосрочные последствия. Человечество, развиваясь, едя каким-то своим путем, будет совершать массу ошибок чудовищных. И страдая от их долгосрочных последствий, человечество будет ликвидировать стремление к этим ошибкам. Это неизбежный путь. Но как-то жутковато. Все равно, смотрите, какой-нибудь там человек всю жизнь пил, истязал жену, оставил детей без денег. Он бы умер от цирроза печени, но ему вырастили новую печень, ее бы присадили, и он продолжил жить этим своим образом. Минуточку, подождите. А если бы, например, мне как врачу принесли бы Гитлера в виде пациента? Вот. Я что, должен... Я безусловно... Сначала бы я его вылечил, а потом бы я его передал в руки правосудия. Но сам я правосудие в жизни никогда совершать не стану и не буду. Мое дело тупое. Я врач, подлец, негодяй, насильник, убийца. Любой человек, страдающий каким-то недугом, для меня суть пациент. И я сначала приложу все силы для того, чтобы облегчить его страдания, а потом передам его в руки правосудия. А своих близких вы бы отправили лечиться? Безусловно, если бы были для этого показания, и если бы эти близкие хотели. А что, не хотят? Сопротивляются? Вот, например, мама моей жены... Да. Мама моей жены... Не доверяет? Я ей говорю, мама, давайте я вам веду стволовую... Она говорит, а зачем? Я говорю, вы станете моложе. Она смотрит на меня и говорит, ты с ума сошел? Зачем оно мне надо? Я смотрю на нее с восторгом, понимаете? То есть человек, который находит прелесть в своем нынешнем состоянии, это счастливейший, гармоничнейший человек, понимаете? Он не хочет ни назад в молодость, ни вперед в старость. Ему хорошо там, где он есть. Я ее прекрасно понимаю, я даже не собираюсь настаивать. То есть, в принципе, если говорить опять же об этическом или даже духовном аспекте этой терапии, то у человека есть естественный иммунитет, если он сам себя устраивает... У человека есть телесный иммунитет, а есть иммунитет нравственный. То есть человек, какие бы ни испытывал прихоти и похоти, в состоянии поставить себе барьер для их реализации. И вот тут и проявляется человек, вот тут и проходит грань между человеком и животным. Животное, оно поступает по инстинкту, по рефлексу. А человек может отказаться от продолжения своей жизни во имя сохранения своей души. Ну и противоречие, извините, получается. А как же? Вот это да. Ну человек противоречивое создание же. Или душа, или тело. С тех пор, как мы стали людьми и обрели рефлексию, то есть стремление и умение наблюдать за собой и оценивать себя, с этой секунды мы стали противоречивыми созданиями. И врач существует для того, чтобы развести стрелки, сказать человеку, «Друг мой, давай сначала вылечим твое тело, а потом разберемся с твоей душой». Потому что человек со страдающим телом здоровую душу иметь не может. А мне кажется, наоборот. Почему это? Вот я считаю, что в здоровом теле здоровый дух – это неправильная последовательность. Конечно, неправильно. Замечательный Петр Тенев. В здоровом теле здоровый дух на самом деле одно из двух. Вот именно. Так вот мы, врачи-то, обладающие клеточными технологиями, мы что делаем? Мы говорим человеку, «Дорогой мой, давай сначала попробуем помочь тебе с твоим рассеянным склерозом, с твоим циррозом, с твоей язвой желудка, с твоим гепатитом, с твоим панкреатитом, с твоим…» Давай сначала разберемся с твоими болячками, когда ты перестанешь испытывать боль, которая мешает тебе трезво смотреть на вещи. Мы разберемся с твоей душой. Или ты сам с ней разберешься? Безусловно, он сам разберется в любом случае. Мы ему это и скажем. Слушайте, у меня складывается такое впечатление, что вы очень глубоко погружены в свое дело и в свой бизнес. Как вы находите время на троих детей, троих внуков и еще ваше увлечение авторской песней? Я знаю один секрет. Человек не существует как монолитная личность. Человек существует как физиологический конгломерат субличностей. Вы правда автор Барт? Правда. Вы сами пишете музыку или стихи? Ну это не музыка, это такой мотивчик, на который я напеваю свои стихи. Когда мои стихи чувствуют удушье, когда им нечем дышать внутри себя, они заставляют меня, чтобы я их пел. 65, 10, 99, 6. Андрей, здравствуйте. 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 Я хотел вот вопрос задать. Давайте. По стволовым клеткам, по терапии стволовыми клетками, у нас вот в Москве, например, занимаются клиники, это все, как говорится, не шарлатанские, это нет среди них, которые, в общем-то, просто обманывают клиентов. Конечно, есть. Конечно, есть. А вот как разобраться в этом последовательстве? Очень просто. Значит, во-первых, клиника должна иметь лицензию на работу со стволовыми клетками, раз. Лицензию на применение стволовых клеток в медицине, два. Разрешение, это отдельная бумага, третья, на работу со стволовыми клетками, три. А как они же могут липовую лицензию предъявить? Очень просто. Позвоните в Росздравнадзор, перепишите номера, позвоните в Росздравнадзор и узнайте, есть ли номер такой-то лицензии за такой-то клиникой. Это займет у вас 15 минут. Сейчас все можно вообще даже онлайн. Далее, должен быть сертификат лаборатории. Лаборатория должна быть сертифицирована как чистая комната. Это первое, как можно отличить. Второе, спросите у клиники, какие документы они вам выдадут на руки. Клиника должна выдать вам на руки акт выполненных работ, договор, клеточный паспорт и чек. Если какой-то документ не выдается, эта клиника работает вне закона. Да, слушайте, у вас, конечно, действительно, бизнес такой, с таким количеством бумагооборотов, нюансов. Это все сделано для того, чтобы мешать мне помогать людям. Все абсолютно, понимаете? Поэтому я и говорю все время, верят мне, не верят, но я все время говорю, ребята, для того, чтобы работать простым врачом, нужно быть энтузиастом, а для того, чтобы работать врачом в бизнесе, нужно быть сумасшедшим энтузиастом. Все-таки, возвращаясь к вашей семье, трое детей, трое внуков, дети. Четверо уже. Уже четверо, поздравляю. Господи, спасибо. Кто-то пошел из детей по вашим стопам? Рано еще, самому старшему три годика. Нет, а дети? А, дети? Нет, дети по стопам моим, слава тебе, Господи, не пошли. Дети мои разумные люди, дети ведут размеренный, разумный образ жизни. Конечно, при таком папе и дедушке они могут себе это позволить. Надеюсь. Всем желаем доброго здоровья. Юрий Хейфец, главный врач клиники стволовых клеток новейшей медицины, был сегодня с нами в доле. Блестяще. Спасибо. Будьте здоровы все. Спасибо.